Приветствую вас. Знаете, я прочитал ваш вопрос. И, знаете, вот читаю ваш вопрос и понимаю, что вы живете так, как жили, уже не первый год. И я думаю, что может измениться после моего ответа вам, например, что может измениться после того, как мы вам дадим какой-то совет, потому что вы хотите советы и поддержки. Но вы, я так понимаю, не хотите работать над собой. И вы не хотите убирать те проблемы, те проблемные моменты, которые есть, которые заставляют вас снова и снова оказываться в этой очень непростой, тяжелой для вас ситуации. Значит, вы пишете, что я вообще очень эмоциональный человек, обидеть меня проще простого, чуть что сразу слезы. И вот первый вопрос к вам сразу. Здесь первый вопрос. Считаете ли вы, что подобное поведение – это нормально? Считаете ли вы, что подобная эмоциональность, грубо говоря, зависимость, да? Ну, зависимость от, вероятно, других людей, зависимость от, вероятно, окружающих? Нормально ли это? То есть, как вы вот сами относитесь к этому? Чем это продиктовано? Чем это продиктовано? Чем то, что вы такая эмоциональная? Чем продиктована ваша ранимость? Чем, почему, почему обидеть легкого? А продиктовано ли это, например, тем, что вы не уверены в себе? Продиктовано ли это, например, тем, что вы не принимаете себя? Ну, в чем-то, как-то, вы себя не принимаете. И есть какие-то еще причины, по которым вы такая вот чувствительная к внешним факторам. Как правило, скорее всего, подобная модель поведения, подобная реакция связана с тем, что вы представляете из себя психотический тип. То есть вы как бы очень сильно зависите от других людей. Вы очень сильно нуждаетесь в других людях. То есть у вас не было мамы, но была бабочка, вот. Был дедушка, и они, возможно, показали вам некую модель отношения. Например, модель между близкими, допустим, людьми, которую вы пытаетесь, вероятно, ну, привести в жизнь, притворить в жизнь, если угодно. Является ли это чем-то хорошим? Является ли это чем-то правильным? Правильно. Ну, если это вам не вредит, то да. Но в вашем случае это вам вредит, поэтому нельзя говорить о том, что данный момент вам на пользу. Поэтому здесь, соответственно, вся тонкость в том, что заставляет вас так себя вести, что заставляет вас продвигать такую модель поведения. В том, что вы в себе не уверены, что вы в себе не принимаете и почему. Это очень, очень и очень важные моменты, без которых вам будет невозможно решить свои текущие проблемы. И, значит, изменить модель своего поведения. Дальше. Значит, в браке четыре года, у меня трое детей уже, шесть лет три годика и годик. Ага. Вот. Вопрос, да. Зачем вы рожали детей? Если с мужем у вас, ну, проблемы были и есть, вот. Зачем вы рожали детей? Для чего? Что вы надеялись, на что вы рассчитывали? Вы говорите, что мой муж, он привез меня в этот город, да, и, собственно, я полностью от него зависим. Вот получается, получается, что вы ему чересчур, чрезмерно доверились. Возникает вопрос, почему? Возникает вопрос, чем обусловлено то, что вы ему доверились? Для чего, зачем, почему вы ему доверились? Неужели до брака мужчина вел себя совсем по-другому? Вы, кстати, вот что интересно, ничего не говорите про то, что было до брака, когда вы познакомились друг с другом. А ведь это, по большому счету, очень важный момент, если мы хотим разобраться со всей этой ситуацией. Дальше, значит, от меня неделя назад ушел муж, сказал, что я плохая мать, хозяйка, жена. Так, ну, дальше вы пишите, что ребенок, мы у мамочки старше и дети. Младше, 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 у нас хотела лишать. Сейчас ребенок здоров, то есть, вот зачем вы это написали, про то, где у кого были дети, непонятно. Так, значит, муж ушел из семьи. Вот как будто идет связь, вот, дети были по бабушкам, а муж ушел из семьи. Знаете, как будто есть связь между этими событиями. Вы сами как считаете, есть связь между этими событиями или нет? Ну, а иначе, для чего вы это написали? Значит, из-за того, что я учебная хозяйка. Ну, на мой взгляд, очевидно, что здесь ситуация не раскрывается полностью. То есть, вы нам не рассказываете всей ситуации, как она вообще есть, потому что, ну, не может мужчина просто взять и уйти от лав, потому что вы плохая хозяйка. Хотя бы потому, что вы с ним жили и, в общем-то, жили вы с ним не один год. И если бы вы были плохой хозяйкой, то я думаю, что он бы ушел бы уже давно от вас, будь вы плохой хозяйкой. Так что, я, конечно, не знаю, но если это причина, то это, как бы, сделала, ну, очень выдуманная причина, короче говоря. Для того, чтобы уйти, скорее всего, причина в другом. И причина, скорее всего, банальная в том же, что человек не чувствовал себя с вами, мужчиной. Как правило, как правило, вся проблема кроется в этом, именно. В том, что человек не чувствует себя мужчиной. Ну, или женщина не чувствует себя женщиной, мужчиной таким. Дальше. Так. Сегодня мусь и свекровь приезжали на переговоры требовать, чтобы ребенок жил у них, вернее, с ней. Что там не малыш, и вылили на меня ушат помоев помоев. Так. Сегодня мусь и свекровь приехали на переговоры. Минутку. Какие переговоры вообще? То есть, что это за переговоры какие-то? Если они хотят собрать от вас законного ребенка вашего, то это делается исключительно через суд. И только через суд. Дальше. Так. Ну, вы далее просто жалуетесь, вот. И дальше у вас начинается такая вот, значит, ну, по сути, все письмо дальше. Это жалоба. Жалоба на мужа и на свекровь, что вот вы старались все делали, что вы пытались тянуть семью, пытались сохранить семью. Вот. Кстати, а зачем вам семья, почему она вам так важна, эта семья? Что она для вас значит, семья, что вы за нее так держитесь, прям вот, такими, такой ценой, можно сказать, весьма и весьма, ну, весьма и весьма, весьма и весьма дорогой ценой. Вот. То есть, на мой взгляд, здесь как-то вот нужно все-таки определиться с этим, да, то есть, зачем вам семья? Вот. И какую цель вы преследовали, когда рожали детей? То есть, не нужно обвинять, на самом деле, себя. Обвинение, оно, знаете ли, ни к чему хорошему не приведет, именно обвинение. Нужно не обвинять себя, а нужно понять причины своих действий, своих поступков, да? Вы говорите, я надеялась, что муж одумается, но посмотрите, что значит муж одумается, если он вам не помогал, если вы, по сути, содержали всю семью, если он ненадежный человек, если он от вас уже столько раз уходил. Зачем вам этот человек? Чем продиктовано ваше желание того, что вы пытаетесь с ним сохранить контакт после всего того, что он сделал и после всего того, что он продолжает делать с вами? То есть, на мой взгляд, вот это вообще ключевой момент. То есть, несмотря на то, что человек причинил вам кучу неудобств, обижал вас, оскорблял, унижал и так далее, вы все равно ждете, что он надумается. То есть, он вам нужен. Для чего он вам нужен? Зачем? Какую цель? Понимаете ли вы, что зависимость ваша, уязвимость ваша, она связана именно с этим, с вашей потребностью в нем и с вашей невозможностью тихо, а свои личные границы защищать. То есть, с неуверенностью в себе, с, может быть, страхом, каким-то, может быть, опасением, что вы, я не знаю, не справитесь, может быть, одна и так далее. Чтобы себя защитить от них, нужно выстроить границы, четкие границы и понять, что их поведение нацелено не на вас, а на них. Понять, что их поведение преследует цель компенсировать именно их недостатки, именно их какие-то проблемы, именно их отношения. Понять, что бабушка, вероятнее всего, делала все то, что она делала не для вас и не для ребенка, а только для того, чтобы вновь почувствовать себя, ну, может быть, мамой, может быть, внучной и так далее. Потому что в сыне, скорее всего, она разрушалась. То есть, четкие нужны границы для выстраивания, для общения с людьми. Пока, пока, вот, то, что, то, что вы делаете, то, что вы переговоры какие-то устраиваете, ожидаете мужа, вот это все, это не говорит о том, что у вас есть граница, потому что это все говорит скорее о уязвимости вашей по отношению к людям. И, соответственно, о вашей несамостоятельности. Ну, то есть, вы несамостоятельны, вы зелено думаете, что вы сами не справитесь. Вот. Но, по сути, вы уже справлялись. И я полагаю, что то, что вам нужно, это перестать относиться к себе вот так, как будто вы заслуживаете всего этого. Я полагаю, что нужно работать с самооценкой. Вот. Обязательно. То есть, повышать самооценку. И я полагаю, что необходимо с уверенностью в себе тоже работать именно с уверенностью в себе. Потому что, вот, то, что вы делаете, да, то, что, то, как вы себя ставите с мужем и так далее, это свидетельствует о том, что вы очень не уверены в себе и вам нужен кто-то, кто бы вами руководил. Ну, то есть, кто-то, на кого бы вы могли положиться. Вполне возможно, что здесь имеет место быть такое, ну, такое взаимодействие, да, из отношений с дедочкой и бабушкой. Возможно, здесь чувство вины из-за, значит, того, что вас бросила мама. То есть, она по какой-то причине, да, выстраивала свою семью, да, то есть, она, ну, не была с вами. А почему-то вы были у дедушки и бабушки. А дедушка и бабушка, соответственно, были гиперопекающими. И из-за этого вы сами привыкли к такому отношению, к такому взаимодействию гиперопекающему. И как бы не привыкли самостоятельно решать никаких вопросов. И самостоятельно нести ответственности тоже не были готовы. И как дедушка и бабушка на вас кричали и говорили, что вот ты такая, ты такая, это была такая, ну, может быть, ну, не знаю, может быть, такая, знаете, добрая, искренняя забота о вас. То сейчас, на данный момент, да и вообще в мире, если люди как-то вот обижают, оскорбляют, принижают, это говорит о том, что, значит, ну, о вас никто не думает. А люди говорят вообще, вообще, как бы, ну, не с вами, а вообще как бы говорят друг, ну, с кем-то, с кем-то своим. Вот. Что может значить такое поведение? Такое поведение может значить, что муж вас не любит. Такое поведение может значить, что думает человек только о себе, вот. Думает человек только о своей выгоде, вот. Полностью человек подчинен своей, значит, маме. То есть, скорее всего, делает он только то, что вообще ему говорит мама. То есть, все это очень похоже на, ну, на поведение такое вот, которое продиктовано мамой. То есть, я не могу сказать, что это вот, прямо, знаете, ну, прямо то, с чего хочет муж. То есть, вероятнее всего, это поведение маменькиного сынка. Да, рядом с чего это поведение такого, такого безвольного мужчины, который сам решение вообще принимать не готов. Ну, то есть, об этом говорит его инфантильность в поведении свадок. Вот. Ну, естественно, ни о какой любви, ни о какой мужественности речи здесь абсолютно не идёт. И, как бы, ни о каком, ни о какой семье речи здесь тоже не идёт. То есть, вся семья, она у вас в, ну, в сознании. Вот. Я могу представить, могу понять, почему вы выбрали такого мужчину себе. Вот. Вот. Потому что, ну, потому что этот мужчина, вероятно, был похож на, ну, на ваших дедушку и бабочку, вероятно. Вот. Вероятно. Вероятно. И, вероятно, из-за того, что не было первичного образа мужского поведения, да, вот, вы говорите, что вот мой папа умер, когда мне было 5 лет, а мама потом вышла замуж. То есть, вот, папу вы практически не знали. И, как мужчина, ваш папа, он, ну, с вами никак не взаимодействовал. Практически. И, соответственно, вероятно, именно отсюда, именно по этой причине, у вас нет четко сформулированного образа мужского, ну, образа мужчины, образа мужского поведения поведения. И, на мой взгляд, это и стало причиной, по которой вы, значит, ну, попали в эту всю ситуацию. Вот. Ну, естественно, позиция жертвы и так далее. Вот я рекомендую вам почитать про треугольник Карпмана. Там, мне кажется, есть ваша ситуация, то есть, ситуация жертвы, вот, как вы сейчас себя ведете. И, вы знаете, что-то мне подсказывает, что вот вам в глубине души нравится такое отношение. Нравится, как вам относится. Раз вы готовы мужчину принять, вам нравится. То есть, за личностью, за тем, чтобы, за вот этой вот защитой. Вполне возможно, кроется такое вот желание, чтобы все так и происходило. То есть, чтобы все так и было. Потому что, ну, вероятно, бабочки и девочки, может быть, были строгими у вас. То есть, тут разные варианты могут быть. В любом случае, почитайте про треугольник Карпмана. Мне кажется, это будет для вас актуально. Что касается ограничения. То есть, вот, как вы пишете, значит, просто думаю, ограничить его общение с отцом и бабкой будет правильно ли в моем случае. И, понимаете как, этот вопрос должен решаться в суде. Я думаю, что исходить нужно в любом случае из интересов ребенка. То есть, что для ребенка лучше всего, то и нужно делать. Вот. Ага. Что для ребенка как плавнее, то и нужно предпринимать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Ханена-эставка была зак statements- Душа так wild 하 Bent. В clear тепла Feed. By на моем Nom. On. Эстем�� weiter или Seoul. moves Bog. Расковник у тебя до нового возвращения для чего-то, делaire Ост examples к физическим. Я? В то время пробралсяucky местом когда сореваемываемся nest. Остался и оруд clean временно. Продолжение следует...